Значит, мы сейчас будем представлять самую последнюю версию с последними возможностями, так сказать, и функционалом, но, так сказать, и немножко коснемся того, что уже было давно, но несколько изменились. Значит, первый раздел этого вебинара – моделирование. Моделирование должно предварять геофизические полевые работы. Ну, собственно говоря, оно позволяет выбрать тип и параметры установки, разносы и так далее. Ну, и, собственно говоря, сказать о том, можем ли мы решить ту или иную геофизическую-геологическую задачу с помощью данных, группы данных методов, то есть методы сопротивлений и ВП. Значит, моделирование производится непосредственно в программе. Для этого ничего не нужно готовить. Я вам сейчас покажу путь для, так сказать, быстрого решения этой задачи. Ну, здесь имеются два варианта. Это моделирование съемки псевдо-3D. Мы с нее начнем. Это набор параллельных профилей. На мой взгляд, этот оптимальный вариант вообще для работы 3D, потому что он не настолько дорогой, как реальная 3D. И они требуют специальной аппаратуры. Ну, и, собственно говоря, можно использовать стандартную аппаратуру, как для 2D-съемки. Значит, точно такой же диалог, как в двумерной программе, только следует задать количество линий и разделение шагов между линиями. Ну, давайте возьмем, например, 6 линий с шагом. 10 метров – окей. Шаг между профилями – 5. Установка трехэлектродная – встречная. Давайте выберем разносы попроще. Так, уберем. Ну, и, собственно говоря, на этом все. Конечно, можно было задать больше электродов, длиннее, но, наверное, этого достаточно. 48 достаточно стандартно. Теперь нужно нажать Create, создать. Ну, можно этот протокол, конечно, сохранить в различные форматы аппаратурные, но нам сейчас это не важно. Собственно говоря, сразу нам показана наша система наблюдений плюс сеть, которая автоматически выстроилась. Для таких систем наблюдений сети строятся автоматически очень хорошо. То есть, когда у нас геометрия плоско-параллельная. В общем, собственно говоря, мы сразу можем перейти в интерфейс программы и непосредственно начать моделирование какой-то ситуации. Удобнее всего проводить моделирование в плоскости XY, но здесь есть варианты переключения между плоскостями. Ну, вот я сейчас комбинацией Alt 3 переключился в XY, то есть вид сверху. Ну, и, собственно говоря, могу задать какие-то объекты. Например, с помощью функции выделения. И, например, перейти ниже по плоскости, уже на глубину 4, подкрасить этот объект. Для того, чтобы видеть, как это производится в 3D, я рекомендую перейти в режим Inside и отключить полупространство. Можно также включить непрозрачные объекты, тогда все будет видно достаточно хорошо. Давайте здесь уже что-нибудь другое сделаем. Вот тут можно перемещать их. Вот, также можно скопировать, например, во все следующие слайсы. Вот я, например, скопировал и сейчас вставлю во все следующие. И у меня будет такая большая дайка. Ну, естественно, все это можно подкорректировать. Например, здесь выделим. Теперь, ну, наверное, здесь нам нужно для контрастности такой цвет. Ну, в общем, какая, никакая модель у нас получилась. Теперь, собственно говоря, можно рассчитать прямую задачу для таких маленьких систем наблюдений. Это быстро. Вот у нас рассчиталось. Псевдоразрез можно выбрать для каждой из линий. Собственно говоря. Потом, кстати, эти линии можно сохранить в 2D формате. Ну, и попробовать их в двумерной программе. А здесь у нас во втором всплывающем списке можно псевдоглубину выбрать. Ну, или коэффициент установки. Причем тут есть такая еще настройка вот здесь, где ширина окна выставляется. Так как у нас иногда бывают очень сложные системы, то ширина окна здесь выбрана один, чтобы плотность не была. А вот сейчас как бы для каждого разноса по отдельности видно, как ведется срез кажущегося сопротивления. Ну, собственно говоря, так выполняется моделирование. Но что хорошо, мы можем теперь посмотреть, как это все будет выглядеть уже для другой установки. Да, то есть мы можем выбрать параметры установки и не менять модель. Вот здесь есть опция Change Array. Например, я выберу теперь диполь-дипольную установку. Собственно, у меня модель не изменилась. Но зато сейчас я смогу уже посмотреть, как в дипольном варианте будут выглядеть псевдоразрезы. То есть насколько хорошо выделяются аномалии, вижу ли я, скажем так, мои объекты и так далее. Предваряя дальнейшую беседу, я могу сказать, что для разных установок можно теоретически расчетные данные провести в наблюденные и попробовать провести инверсию для вот этой заданной модели, посмотреть, насколько она хорошо восстанавливается. Это как бы вторая задача моделирования. То есть мы не только смотрим на то, как мы можем увидеть аномалии на псевдоразрезах или проверить уровень сигнала, например. Например, здесь можно посмотреть, как ведет себя сигнал. И посмотреть, что вот здесь у нас практически три декады, три порядка, насколько меняется он. Ну, то есть это приемлемо. Давайте вернемся. Ну, давайте я теперь покажу, например, ведь можно не только руками моделировать, но и какие-то модели из внешних файлов считывать. Для этого используется раздел меню и меню импорт-экспорт. И вот здесь, например, можно из мод 2D файлов составить модель или мод 3D. Это внутренний формат программы, то есть вы можете сохранить какую-то модель, а потом открыть ее в другой раз. Так, давайте посмотрим. У меня уже подготовлены. Ну, вот, например, какая-то модель. Но она достаточно гладкая и, может быть, не совсем соответствует размерности, то есть это может быть только часть модели. Также можно экспортировать модель из файла x, y, z, v, где вы представляете себе сопротивление или поляризуемость. Давайте посмотрим. Это делается здесь же. Так. Так. Да, это я не из той директории модель какую-то загрузил, поэтому давайте. Вот 3D. Ну, вот, тоже какую-то это совершенно случайная модель из x, y, z файла. Так. То есть вот можно увидеть, что ничего сложного нет. Это 3 координаты и ρ, собственно. Так, давайте переходим к следующему. Следующий пункт у нас создание системы измерений полностью 3D, не псевдо-3D. Она осуществляется в опции 3D Sequencer. То есть она является, она предназначена как для создания системы для моделирования, так и для создания протоколов. Здесь можно любые самые хитрые протоколы создавать измерения с любой геометрией кабеля. Ну, давайте я вам продемонстрирую, например, какой-то кабель 96 достаточно стандартный, шаг 5 метров. Значит, теперь мы можем создать какой-нибудь протокол. Ну, точнее, сначала мы создаем кабель. Например, вот такую змейку создадим. Тут можно увеличить, конечно, это я сейчас. Вот, собственно говоря, не самая лучшая система для электротомографии, потому что шаг вот между линиями достаточно большой. Но, тем не менее, здесь можно сейчас еще один добавить, ну, с любой геометрией. И следующее мы задаем секвенс, то есть протокол. Для этого нужно выбрать. Ну, наверное, здесь лучше для таких хитрых систем лучше всего биполь-бипольная установка, потому что у нее заведомо хороший уровень сигнала и размазанная чувствительность. Но особенно это вот для всяких пи-образных установок может пригодиться и так далее. Здесь стоят различные фильтры для минимальных, максимальных размеров диполей, тест стабильности измерений. То есть, когда диполи параллельны, перпендикулярны друг к другу, то есть, чтобы избежать ошибок измерения, мы убираем такие измерения из протокола. Во-первых, у них сигналы могут быть очень маленькие, во-вторых, они нестабильные. Так, ну тут, так как очень система электродов 96 используется много, вот он добавил 10 тысяч измерений. Сразу можно посмотреть, как выглядит эта система. Ну, вот видно, что здесь выбраны только параллельные, то есть, когда биполи параллельны. Ну, соответственно, это не полная система, их могло быть больше. Ну, и, собственно говоря, после этого сразу можно переходить в моделинг. Режим моделирования. Он сразу задал нам какую-то сетку. Ну, насколько она оптимальная, сложно сказать. Ну, в общем, какую-то мы сейчас сеть не обсуждаем, это будет в следующих пунктах. Вот, ну и, собственно говоря, вот мы имеем нашу систему и можем опять сделать то же самое. Моделировать, считать какие-то прямые задачи. И так далее. Давайте сделаем. Тут нужно еще иметь в виду, что при моделировании можно использовать режим 2D. Например, когда у нас задана модель 2D, то 2D среды моделировать становится значительно проще. Сразу промоделировал 3 объекта, только на одном срезе. Давайте посчитаем прямую задачу. Тут, конечно, точек побольше считаться будет, подольше. Тем не менее. Вот, что мы получили, опять же, наш срез псевдоразреза, псевдоглубине, ну и, собственно, псевдоразрезы. Значит, тут псевдоразрезы выглядят хитро, ну, потому что и система измерения очень хитрая. Но большинство измерений, конечно, вот находятся в этом, так сказать, анстракторе, который не принадлежит ни к одному профилю. То есть, когда измерения сделаны между профилями, и достаточно сложно судить о их геометрии. Так. Так. Теперь я покажу, как работает опция перевода расчетных в наблюденный. Собственно говоря, она находится под меню «Экстра». И мы можем сразу скопировать расчетные данные в наблюденный и провести инверсию. Сразу это произошло. Теперь у нас расчетные наблюденные. Ну, дальше можно сохранить эту модель, записать в буфер, как исходный, чтобы потом сравнивать, соответственно, очистить модель и запустить инверсию. Так. Здесь тысяч измерений не так много для 3D, но, тем не менее, посмотрим просто одну итерацию. Так. Точнее, вот сейчас будет 2 итерации, конечно, не одна. Ну, вот, собственно, я останавливаю. Ну, итерации, конечно, недостаточно. Ну, видно, что в центре все размазано, потому что система такая все-таки не трехмерная, а змейка. Так. Там чувствительность низкая, и объекты такие не удается часто выделить. Хотя, если подождать, может быть, 5-6 итераций, все бы и пришло в нормальный вид. Так. Давайте переходим к следующему топику. Это загрузка данных. Значит, загружать данные можно как из произвольного файла, так и из файлов разных форматов. Давайте я покажу загрузку из произвольного файла, то есть содержащий произвольный набор колонок с положениями электродов и собственными данными. Это может быть в том числе и Excel-файл. Вот. Сразу показывает таблицу. Ну, структура здесь сходна с одним из Z3D-файлов, но просто должны выбрать заголовки правильные. Здесь они подписаны, чтобы не путаться. Все. Тут достаточно много различных вариантов задания, но файл простой. REST в данном случае означает соотношение сигнала к току. Значит, тут они все соответствуют. Ну, может, это здесь просто строка из файла наверху стоит, просто чтобы помогать определяться. Вот что важно, это задать номер линии, особенно если работа идет в псевдо-3D, тогда у нас псевдо-разрезы для каждой линии будут обозначаться одинаково, нормальным. Потому что иногда у нас, например, используются разные установки для одного профиля, и с помощью вот этой линии, номера линии, можно их разделить. Ну, или, например, какие-то экваториальные установки, которые содержат соседние профили, а электроды стоят на соседних профилях, то тогда тоже ее отделить имеет смысл. Тогда все отображаться именно в виде псевдо-разрезов будет хорошо. Но, конечно, на счет это никак не влияет. Ну, вот, собственно говоря, выбрали. ВП я не выбирал, хотя можно. Ну, вот, сразу показывает систему. Такая сеть автоматически построилась. Ну, и, собственно говоря, вот разрез наш, а, точнее, разрез, модель псевдо-разреза наблюденные. Можно сейчас в таком виде показать. Так как у нас здесь окно, наверное, сейчас выбрано маленькое, да, поэтому у нас такие дырки возникают. Сейчас я с окном один выбрал, и дырек не возникает. Можно посмотреть, собственно. Далее, очень важный пример – это компоновка данных 3D из данных 2D-томографии, когда имеется система параллельных, ну, иногда непараллельных профилей. Это необязательные условия. Но обычно такие данные содержатся в форматах либо DAT программы REST2D-INF, либо вот у нас Z2D, текстовые файлы. Ну, и, соответственно, они часто не имеют географических координат, которые нам нужны для инверсии в 3D, а содержат только линейные координаты вдоль профиля. Вот у нас имеется археологический пример – 13 профилей. Я знаю, что они идут шагом 1 метр. Ну, естественно, каждый, кто работает, у него есть обычно координаты начала и конца, или географические координаты записаны непосредственно в файле тогда. Все вообще очень просто. Ну, и, собственно говоря, когда много файлов выбрано, нам предлагается несколько вариантов. Вот CollectFrom2D подходит как раз для этого случая. И сразу нам здесь показаны координаты в линии, то есть в дистанциях вдоль профиля, координаты начала и конца. Если записаны какие-то географические, он будет использовать их. Значит, если мы здесь изменим положение x1, y1 – начало, x2, y2 – конца, то у нас, соответственно, будут использованы эти уже координаты трехмерные. Но здесь у нас все плоско-параллельно, поэтому я… Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а тут сразу все рисуется на этой схеме. Видно, как располагаются электроды. Активный профиль подсвечивается красным. Ну, все. Сразу назначаются номера профилей. И, собственно говоря, дальше уже можно эти данные инвертировать. Вот мы имеем наши псевдоразрезы, срезы. Следующий вариант – это подгрузка стороннего формата. Это, например, очень популярный формат программы REST 3D-INF. Давайте какой-нибудь загрузим. Для этого нужно выбрать фильтр правильный – REST 3D-INF. Здесь, как можно заметить, много форматов поддерживается. Ну, и, соответственно, тут проблема в том, что часто они имеют одинаковое расширение для 2D и 3D-программы. Ну, и, собственно говоря, 2D-файл в этом фильтре не будет открываться. Ну, вот один из стандартных примеров, собственно, можно сразу увидеть, как выглядят, собственно, данные, какая для него была выбрана сеть. Все на месте. Еще часто спрашивают, если имеется программа 3D, можно ли заниматься инверсией 2D-данных? Да, можно. Это будет дорого, ну, с точки зрения времени дороже. Ну, и, конечно, опций будет значительно меньше, потому что 2D – это значительно более простая вещь с точки зрения разработки интерфейса. И, конечно, там много, множество всяких опций добавить, удобных для приорной информации, визуализации в 3D – это не так. Но, тем не менее, сейчас мы возьмем пример 2D-инверсия в 3D. Ну, вот мы обычно показываем этот пример, нам хорошо известен. Ну, сразу показывается, что один профиль, специальный режим разбивки сети, один, онлайн. Собственно говоря, теперь данные можно инвертировать по умолчанию в 2D, но можно и вот эти крайние ячейки тоже разрешать им меняться. То есть не только 2D будет, но и как 3D. Ну, вот сейчас по умолчанию режим 2D, собственно говоря, сейчас будет видно. Какая скорость, ну, все, онлайн. Хорошо. Хорошо. Примерно, ну, раза в 3 будет. Медленнее чем в 2D, такая инверсия. Но, тем не менее, она работает. Вот сейчас все в режиме 2D подбирается. Видно, что объекты все двухмерные, да, то есть вытянуты вдоль одной из оси. Но это не обязательно. Мы можем, например, отключить режим 2D. И, собственно, здесь включить. Отчистить. И провести инверсию снова. Что-то у нас зависимо. Простите. Какой-то эффект. Так, ладно, пропустим этот момент. И что у нас следующее? Ну, и, собственно говоря, последний вариант – это загрузка данных из 3D файла, который я хотел показать с фильтрацией. Для того, чтобы включить фильтрацию, нужно использовать вот эту опцию здесь, show data filter. И, собственно говоря, он позволит ограничить как количество электродов для очень больших участков, участвующих в моделировании инверсии, так и убрать данные со всякими экстремальными значениями, ρ, или, наоборот, слишком большие, слишком маленькие разносы. Вот сейчас я выберу какой-нибудь файл. Вот я открыл, сразу показывается минимальные и максимальные поляризуемости, сопротивления, разносы. Ну, и минимум, максимум – это по размеру участка. Можно ограничить размер участка полигоном. Вот я, например, задам. Здесь, конечно, самый правильный пример, но здесь видно, что крайние электроды, они не участвуют. Ну, и здесь вот тут очень экстремально большие значения, тут очень шумные данные. Ну, давайте поставим фильтр. И, собственно говоря, после этого у нас уже такая хитрая сеть, уже будут отфильтрованы какие-то измерения. Ну, вот, очень странная. Измерений здесь мало, а работы было очень много. Отфильтровалось тоже какое-то количество данных. Вот, то есть, это помогает. Ну, самое главное, обычно уже имеются отфильтрованные данные, но если у вас очень большой участок, то можно выбрать только часть, часть этого участка и запустить в инверсию. Так, переходим к следующему разделу «Конструктор сети». Давайте для этого выберем проект. У нас имеется один из проектов. Ну, здесь уже сеть какая-то есть. Значит, сеть – это одно из самых главных. Это ключевое, что влияет на все, на моделирование, на обратную задачу, на использование ресурсов, но и на скорость. У нас, если не вдаваться в подробности, имеется несколько вариантов задания сети, автоматических и полуавтоматических. Вот, давайте посмотрим. Вот этот первый вариант – регулярная межсеть, предназначен для вот таких приблизительно регулярных сетей. Ну, и, в общем, он работает неплохо. Есть еще General. Он в целом дает близкие результаты, но если сеть имеет разную плотность, то он бывает лучше. В данном случае он чуть получше сработал. Но основная задача – это чтобы иметь наши электроды, вот здесь зелененьким обозначены электроды, в узлах сети. Здесь это не получается всегда, поэтому приходится использовать различные приемы. Ну, плюс еще есть вариант вот такой, где… Мы можем задать самостоятельно количество узлов, например, 20 на 30. Тогда разбивается равномерно. Это уж если совсем плохая система наблюдений, то с ней лучше поступать так. Вот, сейчас давайте перестроим. Ну, плотности не хватает, соответственно. Вот и так. Ну, и, соответственно, можно там выбрать оптимальное, собственно говоря. Вот, если мы нажмем, мы можем какой-то шаг задать, например, и он, исходя из этого, количество узлов выберет. Ну, в большинстве случаев это все не работает. Да, потому что у нас топография искажает очень, так сказать, плоско-параллельную сеть профиле и магистрали. А нам все-таки хорошо бы иметь наши ячейки, наши электроды в узлах ячеек, то есть вот на пересечениях. Поэтому имеется трапециедальный редактор сети. Вот мы недавно выпустили видео полное о том, как с ним работать. Собственно говоря, он позволяет как раз провести сеть через вот эти электроды, через все. Давайте я покажу быстро, как делается. То есть, если у нас есть какие-то наклоны, то в системе профилей, то можно это повернуть, чтобы удобно пользоваться инструментами. Ну, и, соответственно, сначала выбрать линии профилей, а потом линии магистрали. На самом деле, магистрали достаточно одну задать, потом он все будет автоматически строить остальные магистрали. Вот мы выбрали, тут, естественно, другие варианты есть. Вот я могу, например, каким-то инструментом, если кривой профиль, задать. Плюс тут вот еще имеется инструмент автоматического задания. Я сейчас удалю все. Он работает долго, но для таких плоскопараллельных систем он, в общем, часто помогает, чтобы руками ничего не делать. Теперь, собственно говоря, нужно сделать объединение, например, по одной или по нескольким линиям. Вот я сейчас выберу. Вот это, например, будет линия, по которой они все объединены. Ну, и, собственно говоря, посмотрю, какая получится трапециедальная сеть. Если меня не устраивает, я могу какие-то узлы изменить. Например, я хочу, чтобы шло вот так. Ну, это не очень красиво. Ну, или хочу, чтобы шло вот так. Вот так. И можно таких сделать несколько линий, через которые у нас проходит сеть. Например, добавить еще одно. Тогда он будет выглядеть очень хитро. На самом деле, это, конечно, красиво. Ну, и, собственно говоря, после того, как у нас каркас такой построен, мы можем переходить в этот режим. Теперь видно, что все электроды лежат в узлах нашей сети. Собственно говоря, дальше мы можем делать уже дополнительную переразбивку. Добавлять узлы, если нам не хватает. Где-то вот, например, я могу добавить дополнительный узел здесь. Или здесь. Или, наоборот, здесь. И так далее. То есть уже проводить какую-то редакцию. Ну, плюс можно перетягивать узлы. Насколько это актуально, не очевидно. То есть построив такую трапециедальную сеть, ну, в общем-то, дальше можем уже с ней работать. Давайте ее перестрою. Она будет сохраняться в проекте. И, собственно говоря, не нужно это делать каждый раз. Значит, в программе используются два основных режима сети. Это когда электроды находятся строго в узлах. Тогда рекомендуется использовать режим Total расчета. Это стандартный, как в программе REST3D-INF. Или режим Secondary, основанный на расчете вторичных потенциалов. Он считается более точным и позволяет убрать сингулярность у источника. Если я включу этот режим Secondary, перестрою сеть, то у меня идеально, ну, в данном случае идеально, электроды попадают в центр ячейки. Это значит, что сингулярность вблизи ячейки полностью пропадает. Алгоритм позволяет прямой задачей учитывать и топографию в этом случае. Поэтому если вот имеется такая сеть, то, собственно говоря, это очень рекомендуется. Рекомендуется, если у вас электроды лежат не в узлах, а наоборот далеко от них, то рекомендуется этот режим и этот тип сети. Вот, значит, следующее. Ну, вот тут можно посмотреть, как выглядит. Вот у нас, собственно, сеть, она очень, топография очень серьезная. Если у нас имеются какие-то проблемные точки выскакивающие, а это очень часто бывает, то рекомендуется ее сгладить. Например, сейчас сглажу, она будет… Это будут не очень большие искажения на разносах, но если у вас какие-то проблемы или недостаточно точек, густота точек для топографии, это может быть критично. Ну, вот сейчас нагладим, посмотрим. Ну, вот уже значительно глажит, хотя все те элементы остались. Собственно, следующее. Что можно сказать про конструктор сети? Он позволяет также импортировать и работать как с топографией, так и с координат. То есть иногда удобнее всего задать, особенно при работе с псевдо-3D, задать профиля и координаты электродов в индексах, ну, или в каких-то там кратно, в 5 метрах, в 10 метрах, в какой-то там шаг косы, без реальных географических координат. После создания трапециедальной сети уже подгрузить наши реальные географические координаты и топографию. Таким образом, как бы у нас получается и сеть хорошая, и учет всего. Ну, вот смотрите, у меня здесь какой-то есть пример. Здесь задано все в единицах, то есть номер профиля, координаты его меняются на единицы. И, соответственно, расстояние тоже задано единицей. Но это не обязательно. Главное просто потом подготовить файл для импорта реальных координат правильных. Значит, у нас этот файл имеется для данного примера. Ну, и, собственно говоря, опция для работы с координатами сети и с топографией находится здесь. Вот, например, если правой кнопкой нажать, можно использовать опцию импорт координат. Она заменит текущие какие-то локальные координаты на глобальные. Но предварительно я рекомендую использовать экспорт координат, потому что он создает файл с какими-то координатами текущими. И вам необходимо... Куда он сохранил его? Непонятно. А, он уже в этом директории... Он сохранил, собственно, 3 колонки, 4 колонки. Вам необходимо просто, посмотрев в первых двух колонках, установить здесь реальные географические координаты в следующих двух. Если есть топография, то добавить еще третью. Но можно, конечно, и произвольный файл. Просто тут понятно, сколько у нас электродов и кому что менять. Ну, вот, собственно говоря, у меня уже подготовлен такой файл, и он сразу же и подгрузит не только новые координаты, но и топографию. Давайте посмотрим. Вот new koordinates. Вот сразу показал, как выглядят в реальности эти линии. Ну, и, собственно говоря, давайте теперь посмотрим топография, как выглядит, да, она находится только в тех точках, где у нас электроды. Ну, и, собственно говоря, вот так выглядит этот проект. Можно, а не обязательно так. Можно, вот, например, если у нас отсутствует топография, или ее необходимо убить. Вот я сейчас убью топографию, да, и ее сейчас. То мне можно просто одну топографию импортировать. Какую-то другую, например. Если у меня уже есть электроды, да, в координатах географической, то я могу какую-то топографию туда вставить. Вот, я вставил тоже какую-то. Ну, это понятно, какой-то синус или косинус. И, собственно говоря, уже дальше с этой топографией работать. Непонятно, почему только она не исчезает. И, собственно говоря, дальше уже и перпецидальные сети, сразу топография у нас. Так. Ну, собственно говоря, и последний пункт в сети, но мы его уже коснулись. То есть, это даже для такой сети можно добавлять и удалять узлы. Например, здесь я хочу добавить дополнительные узлы. Или хочу удалить. Таким образом осуществляется примерно работа с сетью. Ну, собственно говоря, нам пора уже переходить к следующему пункту. А, ну, это по горячее обновлялось. Так. Следующий пункт у нас связан с объектами программы графическими. Ну, собственно, давайте откроем какой-нибудь проект. И на его примере покажем, какие у нас тут имеются объекты. Значит, в верхней первой, левой верхней секции отображаются данные либо в форме трехмерного псевдоразреза. Вот он здесь имеется. Либо в форме контурной карты. Возможно, с подложкой или нет. Либо в форме вот таких точек, когда хочется видеть подложку. И одновременно данные. Причем тут отображается как кажущиеся сопротивления, так, собственно, сигналы нормированные, так и их разницы, кажущиеся поляризуемости, ну и так далее. Причем как наблюденные, так и теоретические. Вот я сейчас выбрал на примере. Он мне показал расчетные данные. То же самое и в псевдоразрезе. Вот здесь у нас прибывает внизу трехмерный, собственно говоря, трехмерная модель. Как сопротивление, так и поляризуемость. Ну, также можно отстроить металлфактор. Еще какие-то дополнительные варианты. Но это уже когда в проекте есть ВП. Тут видно, что несколько разных объектов. Видно две скважины. Видно, что это четыре, три пересекающиеся параллельно. Перпендикулярные плоскости. И вот у нас там подложка в виде сейсмического разреза. То есть вот всю такую информацию можно комбинировать. Плюс, если у нас имеются координаты в UTM, можно туда загрузить подложку в виде карты данного места. Вот. Видно, что тут разные цвета. Соответственно, можно какие-то настраивать все оси, все масштабы. Вот тут, например, у нас сейчас масштаб неравномерный. То есть масштабы сильно равны, но зато больше информации мы видим. Вот если мы сделаем так, то у нас как бы равный масштаб по x, по y и по z. Ну, собственно говоря, все практические объекты позволяют менять масштаб. Вот. В том числе и трехмерный псевдоразрез. Вот. Соответственно, где у нас задаются подложки, бэкграунды загружаются, собственно говоря, вот у каждого объекта в собственном внутреннем меню. Тут еще дополнительная хитрая обложка, подложка. Если мы, например, в режим x, y перейдем, то мы можем скопировать вот этот срез модели как подложку в псевдоразрез. Вот. Смотрите, как это делается. Собственно говоря, она здесь оказалась. Ну, когда такая подложка есть, лучше в поинтс. Видите, как это все происходит. Значит, скважины так же, как в программе REST TODAY, ZONTREST TODAY выдаются. Ну, тут уже у нас есть скважины, но, в общем, я одну задам для примера. Простите, скважины у нас должны задаваться и с другой плоскостью. она сразу отображается на разрезе, ну, и в 3D-псевдоразрезе, а в 3D-разрезе. Собственно говоря, если нам необходимо, мы можем потом изменить координаты, трехмерные координаты вот здесь, на всех скважин. Давайте делаем. Ну, и, собственно говоря, уже так работать. Плюс, координаты скважины крестиками, диагональными обозначены для текущего разреза, как я понимаю, вот на этой карте. теперь давайте посмотрим, какие варианты изображения у нас имеются. Собственно говоря, пирог. все, что находится внутри, причем с заданием прозрачности, профиля прозрачности, соответственно, мы можем увидеть эту модель. какие-то ее отдельные горизонты из-за поверхности. Собственно, здесь выбирается какая, до трех из-за поверхности плюс так называемый wallrender. Мы можем разную степень прозрачности задать, то есть, видеть одновременно. и из-за поверхности и вот этот туман цветной. Ну и плюс имеются вот эти параллельные плоскости. Здесь надо делать их менее прозрачными, но вот такие варианты. Следующая у нас обрезка модели. Давайте какой-нибудь другой откроем пример. тут, собственно говоря, видно, что модель у нас обрезана. Где задается обрезка модели, она в подменю катинг. То есть, можно с каждой стороны задать угол обрезки. Здесь, в данном случае, 45 градусов. Это будет хорошо видно, например, вот здесь. Заменим прозрачности. Ну или нет, даже вот здесь будет видно, что здесь под 45 градусов по одному экзонаправлению он отсекается. Это нормально для дипольной установки. Плюс можно дополнительную обрезку задавать с помощью пользовательского полигона. Ну, можно его автоматически задать, исходя из данных. Например, я сейчас сделаю, ну и он уменьшил те части, которые малочувствительны. Или же я вообще могу вручную его задать и показать только вот такой кусок данных. Да? 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 как я уже говорил, подгружать подложку в виде карты. Давайте посмотрим, как это здесь делается. Это делается в background 3D load Bing Map. Соответственно, если у вас координаты UTM, нужно выбрать номер зоны. Ну, тут какую-то он карту рисует, конечно, не совсем правильно, потому что UTM зона неправильна. Но, тем не менее, вот как это работает, видно. Ну, естественно, можно то же самое сделать и здесь. Так далее. Значит, еще один момент, который кажется важным, это задание профилей. Его можно, если вас что-то не устраивает, сделать здесь. То есть, ну, вот здесь очень простая система профилей 2D. Они объединены вот этот в 3D датасет. Но, когда это не так, когда, например, на одном профиле разные установки или профили содержат электроды с соседних установок, то это необходимо делать вручную с помощью вот всех этих опций. да, то есть можно выделять какие-то наборы электродов в каждой профиле. Все измерения, которые принадлежат этим электродам, будут отображаться на псевдоразрезе. А вот, но сейчас не будем показывать. Переходим к пункту подготовка данных к инверсии. Значит, для этого, как мы уже показали, есть фильтр, во-первых, входящий, входящих измерений, то есть можно по каким-то критериям сразу удалить множество измерений, в том числе, если у нас нужно сократить размер участка или выбрать определенный участок в очень большом датасете. Давайте сейчас откроем специальный у нас подготовлен пример. А вот мы его уже видели. что тут нужно сказать. Значит, фильтрация данных имеется предварительная, плюс фильтрация данных в модуле Quality Control, плюс еще в режиме подменю Extra имеются две опции для удаления как нестабильных измерений, так и измерений с большой невязкой. Здесь у нас нет результатов инверсии, поэтому мы можем только опции Remove Unstable Records воспользоваться, которые анализируют, насколько чувствительны измерения к геометрии, изменениям геометрии. В данном случае что это означает? Это значит, если у нас, например, диполи, приемные питающие, перпендикулярны друг к другу, то даже малейшие изменения в геометрии могут привести к каким-то серьезным последствиям, ну, либо аномальные установки, например, когда питающий электрод между приемными на одинаковом расстоянии, такие измерения рекомендуется удалить. Ну, вот, собственно говоря, он сразу покажет нам, когда мы нажмем эту опцию, по степени стабильности измерения. Вот здесь где-то часть, наверное, процентов 20 измерений имеют очень высокий уровень стабильности. То есть диполи приемные, питающие, перпендикулярные друг к другу, и они очень сильно чувствительны к изменению геометрии. Здесь, собственно говоря, показана чувствительность коэффициента установки к минимальным изменениям геометрии. Ну, вот, собственно говоря, он предлагает уровень 10, да, но в целом и 5, больше 5% это уже не очень хорошие измерения, ну, и, собственно говоря, можно их сразу отсечь 800 измерений. Собственно говоря, после всех удалений, да, я рекомендую использовать опцию удалить маски трекер, потому что в этом случае они не будут никак, ну, в принципе, они формально не участвуют в инверсии, но какой-то объем занимают. Если их удалить, то, собственно говоря, уже и объемы требуемые будет меньше. Вот те, которые я как бы назначил как неучаствующие в инверсии, вот теперь можно окончательно удалить, потому что если этого не сделать, то, в принципе, можно их восстановить. Так, ну, и такой же модуль имеется контроля качества, как в программе ZONTRES 2D, ну, покажу прямо и двумерным, наверное, что он предназначен для того, чтобы попрофильно анализировать наши наблюденные данные. Вот, собственно говоря, он точно так же работает, как в 2D программе, но по-разному можно отображать данные. Ну, собственно говоря, удалять какие-то выскоки. Конечно, с помощью рабастной инверсии это тоже помогает, но если выскоков много, желательно как-то это. Здесь, конечно, их мало, но просто показываю, как там работается с помощью вот таких инструментов, плюс, ну, тут каких-то дополнительных много. Но подробнее мы об этом рассказывали вебинаре для программы ZONTRES 2D. Значит, соответственно, здесь мы не будем касаться. Ну, и нужно сказать, что тут мы должны проделать в этом, если у нас многопрофильная система, вот эту процедуру чистки должны для каждого профиля. Давайте сейчас попробуем провести инверсию и показать, как еще действует постфильтрация. Но она, собственно говоря, точно так же действует, как в программе ZONTRES 2D. эти пары утераций проявят. вот здесь находится эта опция. Собственно говоря, видно распределение данных и ошибки от геометрического коэффициента. Вот, собственно, самое распределение, по которому можно выбрать уровень отсечения данных. И дальше уже жить без этих измерений. Ну, естественно, опять же, рекомендую после отмечания их советую удалить, если они точно плохие. Так, следующий пункт у нас, собственно говоря, непосредственно инверсия. Давайте откроем соответствующий проектик. Мы выбрали не очень большой. Собственно говоря, мы рассчитали прямую задачу для какого-то объекта с небольшим уровнем шума. Ну, не такой сложный объект, посвященный однородный. и, собственно говоря, сейчас она уже в буфере. чтобы потом сравнить. Сейчас мы включим, например, фокусирующую инверсию, так как это кусочно-однородная дель, можно было и робосную, и попробуем восстановить ее. followed備 . ang rope WhatsApp . . . . Подружakers . . . . Например, фокусирующая. Здесь у нас, как я понимаю, установка Венера, но относительно небольшая. Более подробное по инверсии у нас было на вебинарах все-таки по двумерной программе. Здесь существенных отличий нет, разве что значительно меньше параметров настроечных и инверсии. Собственно говоря, наши объекты уже выделились. Модель простая, кусочная однородная, инверсия выбрана такого же типа, поэтому успех ожидался. Давайте остановим. Собственно говоря, здесь мы можем все это увидеть. Все наши объекты. Теперь можно, например, из буфера посмотреть, как оригинальная модель. Ну, в общем, в тех же местах, конечно, сопротивления искажены, но глубоковато некоторые объекты. Тем более, это трехслойная среда и три объекта один под другим еще находятся. Но, тем не менее, в тех же местах все нам показало. Так, давайте теперь попробуем, наверное, роббасную инверсию. Она тоже для этого случая подходит. Но она, конечно, не будет давать такие границы. Роббасную инверсию хорошо с нормой или ноль комбинировать. Давайте очистим и опять запустим инверсию. Продолжение следует... Я показываю всего несколько итераций. Естественно, можно ожидать дольше, потому что у нас тут время-то все-таки ограничено. Ну, пожалуй, достаточно уже видно, что в тех же местах, собственно, чем выше объекты, тем четче их видно. Чем ниже, тем более размазанные. Но все-таки роббасные и фокутирующие инверсии для этого варианта очень неплохо работают. Да, вот теперь давайте, пожалуй, перейдем к экспорту результатов. А, нет, еще вот. У нас много параметров инверсии. Собственно говоря, нам не хватает часто памяти. И для этого существует целый группинг, группировка ячейок и ячейок опций. И она сразу нам показывает объем памяти, необходимый для прямой задачи, обратной задачи, и сколько доступно. То есть, если не хватает на компьютере памяти, то нужно вот как бы группировать ячейки. Чем ниже, тем они могут быть крупнее. Это естественно. Это не только потому, что памяти не хватает, а это потому, что еще как бы естественно разрешение метода падает с глубиной. Мы не можем просто такие мелкие объекты внизу восстановить. А вот. Значит, ну давайте теперь какой-нибудь еще примерчик посмотрим. Ну вот, например, такой. Вот у нас версия полная 3D. Собственно говоря, по-моему, от Алексея Бомбачева данные. Ну вот, какие варианты экспорта. Можно тут посмотреть. Основной это Voxler, Surfer. Сейчас мы добавили Paraview. Ну, но не знаю, как он работает, пока не тестировался. Вот. Ну, или создать AVI видеоролик. Давайте создадим сначала видеоролик. Как это делается. Собственно говоря, появляется после нажатия этой кнопки запись. Ну, и мы можем записать какой-то фрагмент. При этом мы можем как-то менять. Остановить. Ну, и у нас в папке появился вот такой ролик. Можем его смотреть. Ну, а теперь экспорт, например, Voxler. Он сделан на уровне скриптов. То есть загружается скриптер с какими-то параметрами. И после этого отображается, собственно говоря, в Voxler и наша моделька. Но она долго строится. Но вот уже, тем не менее, построилась. Причем может быть в том числе и в изолиниях. Давайте попробуем. Должен сейчас из-за линии подразить. Из-за поверхности, точнее. Ну, вот, собственно говоря, они и есть. Так. Следующий экспорт у нас в Surfer. Ну, тут только слайсы. А вот он предлагает. Можно поправить количество слайсов. И, собственно говоря, вот он это все строит. Опять же, на основе скриптера. Ну, не мгновенно. Ну, вот у нас три слайса, которые выбраны были, сразу отобразились. Ну, плюс еще здесь множество настроек. А оси, как обычно, настраиваются и все прочее. Вот можно было видеть в тех примерах, которые мы открываем. Ну, вот еще последний я хотел показать, что вот такой пример Максим Прохачев предоставил. Мы назвали этот пример пьяного моряка, пьяного матроса. Здесь очень странно ведет себя коса, много дырок. Но, тем не менее, вот псевдоразрез трехмерный. Тем не менее, вот какой-то разрез получается. Чувствительность не везде так хороша. Но, тем не менее, в общем, можно получать. То есть для любых произвольных систем можно, в принципе, использовать программу. Вот, давайте теперь посмотрим, какие еще варианты. Ну, вот можно, естественно, межскважинное делать инверсию. Когда у нас скважина и скважина поверхностные. Давайте сейчас посмотрим стандартный пример из примеров Локи. Собственно говоря, здесь нам нужно... Видно, где эти скважины находятся. Ну и, собственно говоря, давайте сразу запустим инверсию. Здесь в данном дата-сети присутствуют как наземные данные, так и скважинные. Вот какой-то объект, так как это синтетический пример, он явно задан был между четырьмя скважинами. Наверху псевдоразрезы длинноземных данных. Собственно, а межскважинные можно здесь увидеть, как это выглядит. Так, теперь давайте посмотрим водный. Например, у нас тоже программа под всякие водные дела, подводные, наводные. Ну и в том числе и смешанный вариант, когда есть наземный переход к воде. То есть транзитную зону тоже нужно обрабатывать. Ну, в данном случае, в данном примере только подводный. Видно, что сверху разреза, вот это синий, это как раз водный слой. Сдается водная система точно так же, как в зонтрес 2D. То есть в секции топографии плюс. Тут можно все поменять, когда водная система. У нас появляются пункты меню, где можно сопротивление воды, задать количество подразбиений и на каком уровне в метрах находится водный слой. Ну и, собственно говоря, получить какие-то результаты инверсии. Ну, давайте еще. Вот сейчас очень популярная установка, так называемая, П-образная для обследования под фундаментом дома. Ну, вот, собственно говоря, здесь и показана какая-то система строений. Вот коса как раз обходит дом. Ну и вот здесь выбрана правильная биполь-бипольная установка, у которой размазанная чувствительность. Поэтому объекты не так сильно привязаны к косе, не так близки к косе, а, собственно, более-менее размазаны. Ну, поэтому мы и получили вот какой-то результат. Потому что если с диполь-дипольной установкой делать, то у нас все аномалии будут около кабеля, а внутри не будет ничего, потому что там чувствительности сравнительно никакой нет. Вот. На этом, собственно говоря, наша часть содержательная закончилась. И я сейчас... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok